Здравствуйте, дорогие друзья! Рад вас приветствовать в традиционной рубрике «Прямой диалог», в которой с удовольствием отвечу на ваши вопросы и, как всегда, без долгих предисловий, выскажу свое мнение по состоянию рынка, его перспективах и тех событиях, которые уже произошли. Итак, по S&P 500, по широкому индексу, снижение продолжается. Собственно, ничего здесь экстраординарного не происходит. Все в рамках тех ожиданий, которые были изначально. Помните, что давал свое мнение, что 4200-4300 – это вполне нормальное коррекционное движение. Кто-то фиксирует прибыль, кто-то переживает за ставки и все прочее. В любом случае, снижение на 4200, если оно произойдет, вполне вероятно, что оно может произойти, станет продолжением растущего тренда. То есть, была серьезная коррекция на рынке США и возник такой вот тренд откупа. Снова люди несут деньги на американский рынок, стабильный рынок. Собственно, 4200 здесь будет довольно интересным значением. И какие-то значительные средства, если они имеются в свободном, скажем так, в свободном доступе, в кэшинге, это будет замечательная точка приобретения ряда компаний. В общем-то, сейчас реальный сектор очень сильно подешевел. Цены просто великолепные. Но и в иных моментах, в тех же самых техах, появятся тоже точки входа при 4200 на графике индекса S&P 500. Собственно, по NASDAQ аналогичная ситуация. Это, как мы с вами говорили, технологический сектор чувствует себя несколько лучше, чем иные. И район 14300, 14100, скажем, тоже не станут каким-то открытием. Это вполне вероятный уровень, который может произойти снижение. Но это мы говорим не о следующей неделе, а в целом не исключая каких-либо откупов, дополнительных моментов. То есть, такое может произойти, и, соответственно, от этого отталкиваемся. Но мой принцип, он заключается в том, чтобы не ждать там какие-то коррекции по индексам, потому что они могут произойти, могут не произойти. И момент времени тоже такой растянутый, скажем так. Можно ждать этой коррекции, можно прождать ее там 7 лет, например. Есть недооцененные компании. Есть компании, которые недооценены, плюс начинают восстанавливаться. По ним формируется высокий спрос и так далее. То есть, в рынке всегда есть то, что растет, и есть то, что снижается. То есть, вне зависимости от индекса, если мы посмотрим, он снижается. Но есть компании, которые растут. Или он начнет расти, и будет компания, которая будет снижаться. То есть, идеи всегда в рынке есть, безусловно. Это определено огромным количеством различных индустрий, состояний компаний и так далее. Так, давайте дальше. По курсу рубля по отношению к остальным валютам. Ну, такой некоторый боковичок. Видно, что манипулятивно проводятся мероприятия по стабилизации курса рубля. Конечно, ставка, мы об этом раньше говорили, ставка высокая центрального банка. Она в таком промежутке времени не работает. И это абсолютно понятно и закономерно. Своё мнение на этот счет выражал буквально, когда эту ставку планировали поднимать. Это будет растянуто на полгода. Ну, и эффективность относительная произойдет. Потому что борется с теми, скажем так, проблемами, которые, по большому счету, не имеют большого значения в рамках волатильности рубля, в рамках его ослабления. Более значительным методом станет увеличение продаж валюты со стороны экспортеров. Собственно, с 1 октября вводятся эти дополнительные налоги и так далее. Это все манипулятивно. Безусловно, хотелось бы, конечно, чтобы рубль гармонично укреплялся, поскольку экономика России была бы сильной, стабильной, замечательной и так далее. Все бы хотели купить рубль, все бы хотели продать доллар и все прочее. Но, к сожалению, мы этого не получаем и, вероятно, не получим в перспективах среднесрочных. Поэтому хотя бы манипулятивно укрепить курс рубля по отношению к остальным валютам, чтобы остановить вот это вот девальвационное движение, которое вызывает существенную инфляцию и так далее. Это, безусловно, негативно влияет на возможности к потреблению россиян. Поэтому чувствуется определенный гнет, то есть видно, что все-таки от рубля хотят избавиться, но вот эта высокая волатильность, то есть мы внутри дня видим крайне высокую волатильность, когда от рубля избавляются, скажем, основные массы. Но потом приходит некий продавец, который не позволяет выйти за рамки дозволенного курса рубля и на 1,5%, на 2% он сбивает курс временно. То есть как бороться с температурой, например, жаропонижающим, когда температура увеличивается, жаропонижающие дали, то есть жаропонижающие они не лечат, они просто сбивают температуру. То есть сейчас мы такой вот момент видим, рубль маленько приболел, скажем, и вот таким вот образом, чтобы не усугублять ситуацию, его сбивают, но требуются какие-то антибиотики, скажем так, какие-то лекарственные препараты, которые устранят причину, а не последствия выраженной в виде температуры. То есть такое вот небольшое сравнение. В целом продолжая ожидать все-таки укрепления рубля, никуда мы от этого не денемся, я думаю, что те меры, которые будут направлены на укрепление рубля, они все-таки сработают. И ставка будет работать, скажем, не в полной мере, как работает со стороны ФРС, например, поскольку там ситуация в экономике несколько иная, но тем не менее будет снижать объем потребления. И дополнительные продажи валюты со стороны экспортеров, увеличенные цены на энергоресурсы тоже вызовет большие распродажи, скажем так. Я думаю, все-таки вполне вероятно, что рубль будет крепиться к 90, там возникнут дополнительные возможности к приобретению инструментов. Это расширит наши с вами возможности в плане инвестиций. Далее перейдем к РТС и Аймоекс, посмотрим, то есть в твердой валюте сейчас индекс на российские бумаги, он снизился, теперь подрастает, собственно, возникли некоторые возможности в приобретениях бумаг, и я этими возможностями пользуюсь, сформировал портфель, скажем так, открыл портфель для жены, инвестиционный счет. Вот она получила статус квалифицированного инвестора и так далее. Набираю некоторые позиции по российскому рынку. Собственно, я считаю, что это период таких вот локальных возможностей. По индексу московской биржи тоже здесь отталкивание, соответственно, покупатели есть на российском рынке. Ну и, конечно, инвесторы российские, кои до недавних событий таковыми не являлись. Смотрю, уже многие действительно люди, не имеющие отношения к рынкам, не интересующиеся рынками, они делают какие-то приобретения, потому что видят, как значительно растет та или иная компания, и они хотят в этот рост попасть. Конечно, большинство не понимает, что это просто удешевление рубля, что рублей становится необходимость, как бы наличие большего количества рублей становится просто нуждой. А не то, что компании там как-то значительно растут. Но в любом случае это лучше, чем хранить деньги там где-то на счете или под подушкой в рублевом исчислении. То есть инвесторы на рынок приходят, ну и в плане, конечно, рублевых исчислений здесь есть определенные плюсы. И также хочу напомнить, что при укреплении курса рубля коррекционные движения на рынке также будут иметь место быть. Поэтому здесь спешить с какими-то покупками не стоит. Вполне вероятно, что мы сможем купить ряд бумаг дешевле. Особенно, если речь идет об экспортерах. Так, по нефти. Собственно, нефть в тех рамках, которые были обозначены, 87-100. Эти уровни обозначал раньше. И, соответственно, для рынка России эти уровни являются позитивными. Довольно-таки дорогая относительно цена на нефть. Она позитивно влияет на нефтяные компании, на их выручку, соответственно, на объем налогов и на продажи валюты экспортерами. Но мы совсем недавно видим в течение месяца вот этот выход в более высокую стоимость. Поэтому, конечно, она еще в полной мере не влияет на укрепление курса рубля ввиду повышенных продаж со стороны экспортеров валюты. Так что до 100 долларов за баррель вполне вероятно доберется нефть. По золоту и по серебру, собственно, продолжается такое затяжное уже боковое движение с 2020 года. Временная коррекция. Я думаю, что она связана с тем, что были опубликованы данные со стороны ФРС недавно, в которых было сказано о том, что снижение ставок не будет быстрым. То есть в этом есть плюс и в этом есть минус. То есть если бы снижение ставок было достаточно быстрым и в 2024 году уже пришли бы к ставке, скажем, 3%, то рынки, экономика почувствовала бы себя гораздо лучше, снова появились бы факторы потребления, все было бы замечательно, снова экономика начала бы греться и рынки начали бы расти вверх. То есть это был бы позитив, но в этом есть существенный риск, который срабатывал в предыдущей депрессии, великие депрессии и все прочее. Когда не дожимают инфляцию до конца, вроде бы она все снивелировалась, ставку снижают, а она новый виток получает. И потом бороться с возросшей инфляцией заново вот этой ставкой не получается и возникают еще большие проблемы. Поэтому ФРС, на мой взгляд, решила эти моменты нивелировать, снизить эти риски, поэтому и установила, что в 2024 году значительного снижения ставки не произойдет. А как мы знаем с вами, классические золото и серебро возрастают тогда, когда снижается ключевая ставка. То есть этот момент отодвинули, да, снижение будет, но не в тех объемах, то есть горизонт, скажем так, отодвинули по этому моменту, поэтому золото и серебро корректируются, но потенциально от этого ничего не изменилось. Естественно, в любом случае, хоть и с меньшим темпом ставка будет снижаться, но она будет снижаться в 2024 году и потенциалы больше приближены к 2025 году, поскольку понимаем, что рынок живет ожиданиями. И некое движение, некий импульс будет задан тогда, когда появится возможность изменения ситуации, а не тогда, когда ситуация уже изменится. То есть ставка, если будет в районе 4,8%, например, в 2024 году, для золота это существенным событием не станет, но если будет объявлено, что в 2025 году ставка уже будет 3%, рынок как раз пойдет по пути вот этих ожиданий, и золото начнет расти. То есть среднесрочные рамки остаются в том виде, в котором они есть. Собственно, с серебром аналогичная ситуация, некоторые снижения. Серебро сейчас находится на уровне поддержки, немножко его проходит. То есть тоже тут такой стяжной боковичок с 2020 года. Так, по стоимости фьючерса на газ, собственно, свои мысли на этот счет выражал, и уже давно это все нарисовано у меня. Вот, собственно, 3 доллара по фьючерсу. Сейчас газ достигает этих значений. Соответственно, планы по СПГ. Компания одна находится по СПГ в портфеле. В достаточном объеме набрано. По ней, соответственно, ожидаю позитивных результатов. Но она подрастает в последнее время, тянется за ценами на СПГ. Поэтому планка эта остается в силе в районе 3 долларов. И, как я уже не раз говорил, не исключаю возможность выхода цен на газ вверх. То есть такие события вполне могут произойти. И к зиме это вполне вероятно. Так что вот такой примерно расклад и мнение по основным параметрам. Ну и классически давайте посмотрим по изъятию ликвидности, как инструмент борьбы с инфляцией. Были вдуты деньги в рынок. То есть печатный станок работал. Теперь эти деньги изымаются. 8 триллионов на счетах в резервных находятся. И за период недели, ту неделю, которую мы с вами не виделись, между прямыми диалогами было изъято еще 22 миллиарда долларов. То есть если прикинуть, то с 30 августа по 27 сентября, условно говоря, это месяц, было изъято 119 миллиардов. При разрешенном объеме 95. Но там есть моменты, там есть разные статьи, разные временные отрезки. То есть август здесь можно не учитывать. Сначала сентября по конец сентября. Но в любом случае здесь больше. Там есть большое количество нюансов. И при их учете замечательно то, что происходит в таком объеме изъятия ликвидности, около 100 миллиардов. Это очень-очень значительный параметр, который, собственно, безусловно, влияет на рынок и позволяет инфляцию нивелировать. Тоже эти деньги выводятся. Соответственно, инфляционная составляющая почувствует этот вывод через некоторый промежуток времени. То есть воздействие непрямое. Так, и давайте перейдем к вашим вопросам. Сегодня работает сортировка. Спасибо Степану, который переработал скрипт. Все заново действует и активируется. Итак, от Виктора Попова. Вопрос. Я смотрю, кстати, стали нормально, но не все логины отображаться. Я помню, почти все становились юзерами в таком формате. Сейчас смотрю, большая часть уже имеет какой-то определенный ник. Денис, приветствую. Акции NextR упали за последние две недели на 18%. Из причин называют серьезную закредитованность при высоких ставках с учетом их сохранения на ближайшие годы. Также снижение прогнозов роста дивидендов подошли к уровню сопротивления. На ваш взгляд, обоснована ли такая коррекция? Спасибо за ваше мнение. Но я бы не назвал вот эти проблемы тем, из-за чего снизилась NextR. Значит, был отчет, если не ошибусь, NextR Partners. И там несколько были, по-моему, снижены показатели. Среднесрочные. Я бегло просматривал этот момент. И, в общем-то, были подтверждены планы на период определенных нескольких лет. Там ничего страшного не произошло. Но были события, которые в краткосрочной перспективе вызвали такую распродажу. Про закредитованность особо, по-моему, это не в этом дело. Давайте посмотрим. NextR. NextR имеет ряд компаний внутри себя. И вот одна из этих компаний предоставляла результаты финансовые с планами. И вот в связи с этим произошло снижение по покрытию долговой нагрузки в четыре раза операционной прибылью покрывает NextR задолженность. Имеет невысокую, ну, как бы, невысокую относительно утилитис долговую нагрузку. Утилитис, в принципе, закредитованный, безусловно. Так что тут изменений каких-то значительных я бы не нашел. И как раз просматривал вот эту причину снижения. По-моему, NextR и Partners отчитывались. Но, собственно, потенциалы остались прежними. Там консервативный рост порядка 5-7% в год NextR оставила без изменений. Так, а также снижение прогноза роста дивидендов. Ну, вот прогноз роста дивидендов, он точно не повлиял на эту ситуацию. Так же, как я думаю, что и по закредитованности там вопросов никаких нет. Там именно операционные показатели компании, входящие в NextR, являющиеся ее значительным, скажем так, сегментом. То, что снижение прогноза роста дивидендов, он практически никогда никак не влияет на стоимость компании, особенно в значительном объеме. Так, NextR сейчас наращивает дивиденды порядка 10%, ну, будут они наращивать процентов на 7, это будет вполне рационально, с учетом того, что текущий среднегодовой прирост объема бизнеса будет порядка 5-7%. Это будет абсолютной нормой, потому что если бизнес будет расти на 7% в год, а прирост дивидендов будет на 10-11, то, скажем, сложности с выплатами, они будут расти как снежный ком, потом дивидоходность станет очень высокая, компания не сможет по ней рассчитывать, и это, скажем, такая дивидендная ловушка, в которую часто попадают компании. И снижение прогноза выплат дивидендов по их увеличению, это вполне нормальный показатель. Если кому-то интересно, можете потом вопрос задать в Телеграме, я те документы, которые вызвали снижение, вышлю, не считаю, что они значительными. И после вот того, как появились эти события, обращаю внимание, что аналитики поменяли свои прогнозы на покупку NextR. То есть там все не так плохо на самом деле, поскольку если, скажем, есть рекомендация аналитиков нейтральная, скажем, удержание там или чуть выше рынка, возникает ситуация негативная, котировки снижаются, котировки снижаются в том объеме, скажем, который вызовет текущую стоимость компании равным тем событиям, которые произошли. То есть рекомендация не изменится. А учитывая то, что в NextR это существенно ничего не поменялось, у меня, по крайней мере, я просматривал документы, просто не совсем помню, о чем там речь, в голове даже не отложилось. То есть ничего серьезного там нет. И котировки снизились, соответственно, состояние компании не ухудшилось, от этого увеличение идет, скажем, аналитических параметров, и аналитики высказались за антроперформ, и на покупку компании там были дополнительные, скажем, моменты аналитические. То есть я тут с аналитиками согласен, что там серьезного не произошло, какие-то локальные затруднения возникли. Самое главное, что потенциалы компания не изменила, там все абсолютно нормально у нее. Ну и сейчас, если обратим внимание, то, в общем-то, индустрия электроэнергетики, она находится в значительном снижении. Но и NextR еще работает в индустрии альтернативной энергетики, там тоже полная распродажа идет. Ничего значительного, скажем, я бы не сказал. Так, от Ильи Морозова вопрос. Здравствуйте, Денис. Банки – реальный сектор на минимальных уровнях. Есть ли смысл зафиксировать убыток и перезайти позже? Ну, я думаю, вы сами на свой вопрос ответили. Банки – реальный сектор на минимальных уровнях. Когда цены на минимальных уровнях, разве имеет смысл из них выходить? Я думаю, что их снижение ограничено. И вот этот психологический момент, когда что-то снижается, кажется, все надо продавать, это вот та психология, с которой следует смириться и не то, чтобы бороться, а с разумом подходить к тем действиям, которые предпринимаются. То есть, вот в инвестициях, что основной враг, какой в инвестициях? Это сам человек и его психология. То есть, хочется покупать тогда, когда все растет. Вот какая-то компания там выросла, растет, растет, растет уже на каких-то исторических максимумах, и кажется, надо ее покупать. Вот хочется ее купить, чтобы не упустить вот эту выгоду, что она будет дальше расти. И это вот психология, которая, скажем, ведет к убыткам. Потому что, покупая компанию на каких-то исторических максимумах, велика вероятность ее коррекции. А когда что-то снижается, вот это не хочется покупать, это хочется продать. Потому что инвестор видит, что в портфеле это какой-то минус показывает. Вот у вас написано просадка 5-7%. Но эта просадка, это ни о чем просадка, скажем так. Это очень лояльная просадка. И когда инвестор видит эту просадку, хочется распродать и купить то, что находится на исторических максимумах. Собственно, поэтому многие инвесторы, и не секрет большинство инвесторов, они получают убыток. Потому что покупают на хаях, продают на лаях. Вот есть такие термины. И, конечно же, когда стоит что-то очень дешево, это продавать не стоит. Стоит продавать то, что выросло и стоит дорого, например. То есть я бы не продавал бы в расчете на перезаход, потому что вполне вероятно, вы сейчас продадите, будет какой-то отскок вверх, покажется, что оно расти начало, снова инвестор это покупает, оказывается, что это не совсем так, и снова начинает снижаться. Опять к тому же уровню, с которым было, там инвестор снова продает, и вот в такой цикл впадает. То есть нужно делать наоборот. Это психологически сложно, но это, как правило, приносит более существенный результат, положительный. Так, и, значит, 5-7% в портфеле, я считаю, это абсолютно несущественно. Банков Америка, 3M, Realty Income. Хорошо просел тот же самый Realty Income. Я за ним активно наблюдаю. Давайте его откроем. Интересная и сильная компания, рейд. Ну и также снижение его вызвано, на мой взгляд, тем, что, собственно, как и остальных, большинство остальных рейдов, тем, что ставку пока не собираются значительным образом снижать. А рейды, это ребята закредитованные, я бы просто продолжил удержание. После вот такого снижения, вполне вероятно, компанию откупят. Не так все плохо. Да, она в период решения вопроса затягивается, безусловно. Но та распродажа, которая происходит, она не отражает тот дисконт, который можно ввести, учитывая там задвиг временного горизонта. То есть сейчас продавать, конечно, конечно, я бы не стал. И по Банков Америка аналогично. И по 3М. 3М вообще дивидендный аристократ. Собственно, Realty Income тоже к дивидендному. Дивидендность обладает более 6%, снявшую, пусть, в настоящее время, с ежемесячными выплатами. Да, вот такие хорошие варианты. То есть все компании, о которых вы говорите, они находятся в районе минимумов. На минимумах не стоит продавать. Таким медифа с дивидендной доходностью скоро будет 10%. Сохранять ли такой уровень доходности? Давайте посмотрим по Мидифасту. Так, по Мидифасту. Какие у них там сейчас планы? Я думаю, что Гуруфокус не покажет. Не покажет. Мы посмотрим лучше. Так, вот он Мидифаст. Финансовая. Обычно отображаются данные по перспективным финансовым потокам, исходя из ожиданий компании и в соответствии с мнениями аналитиков, мнения аналитиков, опрошенных фактсет. Так, на 23-й год. Тут в евро у них. Значит, в евро некоторые снижения продаж ожидают. В принципе, незначительные. Ну, в районе 10%, 12-13%. Так, увеличение ПЕ, соответственно, снижение прибыли. Так, если вас интересует конечный показатель, это дивиденды, то давайте посмотрим, сколько компания сейчас выплачивает в виде дивидендов. Смогут ли они сохранить? Я думаю, смогут. Там они еще далеки были от ПАЯУ третьего высокого. Так, 8,8%. ПАЯУ третьего 50%. Да, безусловно. Это в долларах, значит, 12. Произойдет снижение примерно, если мы говорим о евро. Так, о евро к 8.45. Ну, они будут иметь, судя по текущим данным, они будут иметь ПАЯУ третьего ниже 100%. Соответственно, вполне смогут обеспечить ту дивидоходность, которая сейчас имеет место быть. там уже дальше на решение самой компании, как она себя видит в дальнейших перспективах. Если ПАЯУ третьего будет приближаться к 100%, то возникнут риски снижения этих выплат. В настоящее время, вот в перспективе, скажем, одного-полутора лет, они вполне смогут себе позволить эти выплаты и как-то этим угрожать не будет в этот момент. Только тут уже решение самой компании. То есть платить они могут. Денег хватает, и еще будут оставаться денежные средства на покрытие. Так, вот Sky вопрос. 64,49. Интересно ваше мнение по поводу FTCI. Цена уже подходит к одному доллару за акции. Где ожидать дно и из-за чего такое падение? Ну, FTCI мы разбираем очень часто. Напомню, что это венчур. Я бы не стал за ним там наблюдать с какой-то высокой периодичностью. Вот вопросы возникают, собственно, довольно часто по FTCI. И тут напомню, что есть рекомендация. Если компании вызывают беспокойство, там хочется усреднить, там какие-то переживания душевные, там терзания и все прочее, не стоит покупать венчуры. То есть FTCI тут не про стабильность, не про какой-то стабильный рост, не про надежную компанию. Это венчур с крайне малой капитализацией. Там в сотнях миллионов долларов всего-навсего измеряется ее капитализация. Дна здесь, какое-то дно определить не представляется возможным, безусловно, потому что это актив, который, повторюсь, венчур. Это компания, которая сейчас работает в убыток, но обладает, скажем, высокими перспективами в плане увеличения стоимости. Ловить ее где-то на дне, усреднять, докупать я бы не стал. То есть долю FTCI как венчура стоит держать в минимальном объеме. И если все-таки она вызывает какие-то сомнения, не покупать такие компании венчура, не покупать российский рынок, там Medifast и все прочее. Я вот обратите внимание, уже ни по российскому рынку, ни по венчурам не даю идей, потому что я абсолютно спокойно отношусь к FTCI. Вот сейчас она у меня в просадке насходится, но это нормальная ситуация для FTCI. То есть раза два или три она находилась в глубокой просадке, потом хорошо росла и давала хорошую прибыль. То есть что она есть, что нет, я даже не смотрю толком, какой минус у нее или какой плюс вырастет, можно будет зафиксировать прибыль. Никаких эмоций она у меня вообще не вызывает, поэтому я иногда приобретаю себе такие компании-венчуры. Но никакое не ожидаю, поскольку это опять же компания малопредсказуемая. Причины снижения здесь довольно просты. Первый момент – это снижение всей индустрии, ведь если мы посмотрим индустрию в целом альтернативной энергетики, она очень хорошо улетела вниз. То же самое Infos – это сильная компания, большая, с многомиллиардной капитализацией, вот она как летит вниз. SolarEdge, тот же самый крупнейший европейский актив, тоже улетела вниз. Вот FTCI, соответственно, вместе с ними также снижается. То есть тут не проблема конкретной FTCI, потому что отчитались они, в общем-то, нормально, неплохие, дали потенциалы на четвертый квартал 2023 года. Это, собственно, это первый момент, снижается индустрия, поскольку компания максимально рисковая в этой индустрии, она снижается в степени. То есть если Infos снижается на проценты, FTCI может на 5% падать. Так же и с ростом происходит. Когда какой-то более-менее надежный актив растет на проценты, FTCI может на 10% расти в день. Это Venture, очень волатильная компания. Следующий момент снижения – это распродажи и, в общем-то, в значительной степени, давайте я вам продемонстрирую, ее укатывают шортисты. Так, 14,6% short float, то есть 14,5% капитализации компании находится в шорте. То есть от вообще имеющихся объемов в рынке почти 15% в шорт. То есть люди распродали эти бумаги, взяли взаймы и распродали эти бумаги. Поэтому шорт-позиции тут 15%, учитывая низкую ликвидность компании, это очень-очень широкий объем. То есть шортисты ее укатывают, эту бумагу. Если бы не было шорт-позиции, конечно, ситуация в компании была бы 2 доллара, она стоила 2,5 в настоящее время бы стоила. Тут открывается возможность, я писал об этом в клубе, в телеграм-канале, о том, что произойдет, когда пройдет положительный отчет, значит, шорт-позиции начнут закрываться, работает шорт-сквиз, и мы увидим цену крайне высокую, скажем так. То есть когда шорт-позиции начнут закрываться, и будет здорово, если они начнут закрываться единовременно. То есть не так, что вот она начала постепенно восстанавливаться, и постепенно шортисты там начали выходить, она начала расти. Да, это тоже будет значительно, но лучше, когда пройдет шорт-сквиз, какое-то событие единовременно хорошее, и чтобы там в течение 1-2 дней шортисты закрывали позицию, учитывая низкую ликвидность, там и 200, и 300, и 400% компания может вырасти. Опять вот эти слова не стоит воспринимать как какую-то инструкцию к действию. Вот я уже многократно говорю, вот если не подходят венчуры, если они вызывают какой-то дискомфорт и все прочее, главное не покупать. Вот в жизни здоровье все-таки важнее, важнее всего. То есть человек, когда живет повседневной жизнью, по здоровью ничего не беспокоит, все замечательно, но если вдруг начинает болеть зуб или какое-то там состояние ухудшается, то ничего не нужно, и вот эти все радости мелкие, которые были, они перестают быть радостями. К чему я это говорю? К тому, что психологический комфорт, он тоже является частью здоровья, не тратьте нервные клетки, если вот эти компании, они не подходят. Если вы очень спокойно относитесь, прагматично к этим моментам, только тогда можно такие компании покупать. Потому что кто сейчас решил прокатиться на шорт-сквизе, он может купить этот FTCI, получить там минус 30-40% за 3 дня и с инфарктом где-то слечь. То есть не стоит в эти игры вписываться, это абсолютно никому не нужно. И вот играть в такие игры можно только по собственным правилам, не по правилам тех манипуляторов, шортистов там или каких-то игроков крупных, которые деньги вливают или выливают. То есть только по своим правилам. Поэтому FTCI вот такая ситуация происходит. Так, далее. У Таликса вопрос. Добрый день, Денис. Интересные добытчики металлов. NEM, GOLD, KGS, LIVENT, LB, FCX. Хотя бы сравнить, то из них интереснее и перспективнее. Так, ну, безусловно, NEM, GOLD интересный. Сейчас стоимость золота довольно-таки низка и перспективы по ним достаточно высоки. Но ожидать чего-то быстрого я бы тоже по ним не стал, потому что, да, есть перспектива. Она, безусловно, рисуется довольно-таки хорошей. Цены на золото вырастут, выручка у компании вырастет. Интересно. KGC, я такую компанию не знаю. Давайте посмотрим, что за KGC, чем она занимается. KIN ROS GOLD. А, ну, собственно, продолжение. Ну, это такой маленький актив. Я бы больше рассматривал гигантов, таких как NEM и ROYAL GOLD, например, KGS. Тут еще полон неопределенностей, каких-то моментов, которые могут вызвать его волатильность. Также придется схватиться за сердце, например, когда он почему-то там на 40%, например, упадет, хотя золото будет расти. Поэтому лучше что-то стабильное в этом отношении. Такое, как NEM или GOLD. LIVENT и ALB. Вот по ALB я продолжаю иметь позицию. Было пару удачных выходов, скажем так. Сейчас ALB находится в просадке. И цель по нему прежняя 250-300 долларов по стоимости. LIVENT, собственно, актив тоже более рисков, чем ALB, поскольку компания более мелкая, но у него и потенциал выше. Сейчас небольшую стоимость показывают фьючерсы на литий, поэтому компании стоят дешево. Но у меня есть уверенность в том, что литий будет дорожать. Сейчас практически все материалы находятся в низкой стоимости. И никель, и палладий, и все прочее. В том числе и литий. То есть тут зависимость будет прямая, что по золоту, что по налитию в сторону, скажем, стоимости тех ресурсов, которые они добывают. Спокойно удерживаю и жду, когда фьючерс на литий подорожает. Плюс то же самое ALB и LIVENT. Они развиваются как компании. То есть это вносит свою положительную коррекцию в стоимость лития. То есть если литий, скажем, за год упадет на 10%, то с учетом роста объемов производства, каких-то новых контрактов и всего прочего, перекроет этот положительный результат, и снижение по компаниям будет не столь высокое. Ну и, соответственно, когда литий будет расти, это тоже будет коэффициент положительный накладываться, поскольку компании стабильные и растущие. Так, FCX, это Freeport McMoran, по-моему, да, компания? Давненько не смотрел. Она была дорогой, но, по-моему, я ее... Да, Freeport McMoran, чем она металлом же занимается, металлый майнинг, по-моему, она обычный металл добывает. Я уже, честно говоря, не припомню, чем Freeport McMoran конкретно занимается, но здесь у нее есть неплохие ожидания. Неплохие ожидания. Вот ее можно пересмотреть, в зависимости от того, сколько она сейчас стоит. Давайте ее посмотрим. Смотрим, я, по-моему, когда-то оценивал, актуально или не актуально сейчас осталась ее оценка. Так, ну, это, видимо, когда-то... Когда-то давно я ее смотрел уже, и никаких синих линий здесь нет. Так, давайте кратенько ее посмотрим. Freeport McMoran. Так, тут разбивка есть, чем она занимается. Так, купер, золото. Ну, то есть, разными видами металлов она занимается. Так, ну, и давайте прикинем. То есть, у нее ожидания положительные в плане развития выручки и прибыли. Долговая нагрузка снизилась. В общем-то, все выглядит достаточно прилично. По ней долговая нагрузка, да. В принципе, 60% собственного капитала. Покрытие долга вполне нормальное. И с учетом того, что компания планирует свою маржу увеличивать, есть к ней интерес. Так, давайте прикинем. Около 19 форвард по Е у нее составит. В общем-то, ситуация со ставками серьезно не повлияет на нее. Ну, пожалуй, я бы сказал, что сейчас она где-то находится в тех ценах, которые заслуживает. В перспективах, да, есть интерес. Вполне вероятно, что ее когда-то пораньше начнут откупать. Но, пожалуй, сейчас прям я бы ее не покупал. Потому что, ну, каких-то значительных сдвигов среднесрочных я бы не стал. Я вот в прикидку свою сейчас закладываю 2 доллара по прибыли. В районе середины осени 24 года, в районе 2 долларов. Тогда по Е у нее составят в районе 19-18. Но она так и торгуется примерно. Соответственно, да, перспектива вырисовывается на 25-й год. Но она уже далековато. То есть на 2 года вперед заглядывать с текущей экономикой и меняющимися факторами. Такое себе мероприятие. Но если действительно она будет выходить примерно на 2,5 доллара прибыли в тех периодах, то потенциал, скажем, на 1,5-2 года вперед у нее процентов 20-30 есть. Но это все-таки не тот потенциал, который сейчас можно получить в иных компаниях. Я бы подождал, чтобы она еще снизилась. Ну, хотя бы там процентов на 20. Что вполне реально. Так, давайте прикинем. Где-то вот здесь вот 30 долларам хотя бы она снизилась бы. Это была бы интересная точка покупки. В идеале вот диапазон 25-30. Тут, да, тут компания находилась бы в значительной недооценке. Может быть, в период отчетов увидим. В октябре значительный объем отчетности выйдет. Будем наблюдать. Сейчас, пожалуй, малоинтересная компания. По литию. Я бы на первое место, наверное, литиевые компании поставил. На второе место я поставил бы золотодобытчиков. На третье место поставил бы FCX. От Дина. Дина вопрос. Здравствуйте. Интересует Джонсон и Джонсон. Эстера, Пепси и Морган Стэнли. Все компании просили, на каких уровнях лучше покупать. А Джонсон сейчас находится в таком значительном интересе. Давайте его посмотрим. То есть по недооценке она, безусловно, имеет место быть. Тут трейдеры сразу разглядят голову-плечи. Видим вот одно плечо, голова, второе плечо. И, пожалуй, вот 153. Если от 155 не откупят, то 153, 151. Вот диапазон покупок Джонсона и Джонсон. Это технически фундаментально. Она недооценена. Тут, безусловно. По Некстэре, пожалуй, после завершения снижения, я думаю, что она уже, скажем так, на относительно минимальных отметках. Ее распродали очень значительно Некстэру. Я бы просто ее удерживал. Либо в текущий момент, а ну, кстати, уровень какой-то обозначал 55,6 уровень. Уровень вполне вероятно, что она на него спустится и от него начнет рост. То есть, можно на него ориентироваться. Это следующий сильный достаточно уровень. Так, по Пепси. Пепси вот в зоне, скажем так, интереса, безусловного. По Пепси был вход. И технически я из Пепси выходил. Соответственно, выход был где-то здесь. Я помню, 190 с чем-то был выход. То есть, чисто из технических факторов, потому что от этих вот значений распродают. Сейчас она, как вы видите, вот у меня уровень здесь обозначен был, от него отталкивается. Но, наверное, все-таки я стабилизации бы подождал. Сейчас индустрия пошла в коррекцию. То есть, мы понимаем, что есть индустрия растущая, есть снижающаяся. Это то, о чем я говорил в начале ролика. Там те же самые оборонка, например. Там продукты питания, безалкогольные напитки. Сейчас и Кола, и Пепси, они находятся в снижении. Обращаю внимание, что компании сильные и мощные, но снижаются. Вот замечательная цена по Коле будет район 54-54,5. Будет очень интересно. И я вполне вероятно по новой стратегии, скажем, значительный вход осуществлю в эти компании. Ну, скажем, с потенциально высокими рисками. Озвучивать не буду, потому что тут повышенные риски. Что еще могу сказать по Монстр, тот же самый. Давайте посмотрим. А тоже безалкогольные напитки съезжают вниз. Макдональдс снижает вниз. Непотопляемый Хершей снижается. Хершей, где он? Хершей. Он летит вниз просто колоссально. То есть, безалкогольные напитки, снековая продукция, шоколадки и вот это все продукты питания, условно говоря, они все сейчас летят вниз. И это снижение, которым можно будет воспользоваться после его окончания, после стабилизации. Ведь мы понимаем, что индустрия, безусловно, защитная. То есть, по Пепси, отвечая на ваш вопрос, вот так вот более широко. Морган Стэнли, давайте посмотрим. Морган Стэнли. Финансовый сектор. Ну, сейчас, в общем-то, и опять же банковский сектор в снижении находится. Морган Стэнли. А, ну вот я его по справедливой цене 82 обозначал, что он примерно столько и будет стоить. Ну, тоже относительно дешево, учитывая то, что Морган Стэнли обычно переоценен. Сейчас вот вы привели большое количество индустрии, тут и фарма, и электроэнергетика, и шоколадки со всякими разными там безалкогольными напитками. Финансовый сектор, и золото здесь, и литий, и все подряд. Значит, Дельта, вот я смотрю здесь вопрос, это авиакомпании. Сейчас все находится в снижении. То есть, точки входа, безусловно, замечательные. И самое главное, не паниковать. Вот когда вы это купите, никто точно дно не определит, что вот этот момент, вот сейчас он является прямо-таки дном. Самое главное, купить компанию, понимать, что вы купили, проинвестировали денежные средства, купили часть компании дешево. И остается только подождать, когда вырастет. Соответственно, вот этот самый важный момент. Так что и Морган Стэнли тоже сейчас находится на уровнях. Но я бы все-таки Морган Стэнли не покупал. Я к нему отношусь скептически и считаю, что он должен стоить дешевле, нежели он стоит исторически. Да, его инвесторы лучше откупают, чем ряд других компаний. Но я его не покупаю. Потому что я считаю, что он переоценен все-таки исторически и несправедливый покупают дороже. В это же время есть тот же самый JP Morgan, есть там Банков Америка, ну и другие компании, которые занимаются управлением активами в том числе. Так, вот Джоли Роджер. Следующий вопрос. Добрый день, Денис. Пепси хорошо просила. Вы использовали этот момент для набора позиций. Также интересует ваша оценка реальной цены компании CF. Спасибо. Ну вот по Пепси, собственно, мы выше поговорили. Пока не покупал. Я жду, пока появятся какие-то импульсы к восстановлению, какие-то положительные новости или что-то подобное. Потому что, вот как я привел выше, а сейчас вся индустрия катится вниз. Она более-менее держалась. Но сейчас есть снижение. Цены хорошие, безусловно. Если хотите Пепси купить, хорошая цена. Не прогадаете, безусловно. Но я бы дождался все-таки каких-то более позитивных событий для собственных входов. То есть тут есть куча нюансов. Нет там черного или белого. Есть, безусловно, количество полутонов. И вот Пепси сейчас находится в тех полутонах, которые указывают нам на то, что цена замечательная. Можно покупать. Но хотелось бы все-таки для себя получить тот полутон, который бы мне указал еще на то, что индустрия все-таки перешла к развороту. Так, по CF. Это что-то, Клиффленд. По-моему, они металлами занимаются. Ну, давайте посмотрим, что у них происходит. А, CF Industries. Это финансовый сектор. Нет, это вообще сельское хозяйство. Пусть CF. CF, насколько помню, мне не очень нравилось. Я бы ее не покупал. Ну, давайте сейчас еще раз посмотрю. Может быть, что-то у них изменилось. Ну, вот видите, о чем речь. В текущей PE 7.1, что дешево. Мы посмотрим на Агрикалчу, например, тот же самый FMC или Carteo. Мы увидим более высокие показатели PE. Но форвардный мы посмотрим 11.5. Это указывает на то, что компания в следующем периоде уже заявила о том, что прибыли она получит почти в два раза меньше, чем в текущем. И у нее есть потенциал на потерю этих денежных средств, снижение маржинальности. Тут и продажи, как говорится, обратите внимание, о чем я говорю, 6.6 миллиардов долларов. 24-й год уже 6.3, она планирует заработать. Ну, и 25-й год, если мы так примерно прикинем, что сбудется, еще выручка снизится. Притом, при всем маржинальность компания планирует растеривать быстрее, чем выручку. То есть, заработала она в настоящее время 12 долларов на акцию. 23-й год, она вполне вероятно по чистой прибыли закроет уже в 8 долларов. Далее в 7 долларов и так далее. То есть, у компании уходит не в стагнацию, а в снижение. Стагнацию я, как уже не раз отмечал, и в курсе. Вот, кому интересно, курс по оценке анализа компании есть. Ссылка в описании. Закладываю в стагнационные показатели порядка 10-11%. Дисконта. То есть, почему? Потому что, если компания не развивается как бизнес, у нее все, скажем так, относительно. Она вот плывет где-то по течению, лучше и хуже не становится. А в то же время ее конкуренты, либо по индустрии, либо по рынку в целом, они растут. Потому что статичного положения ни в чем не бывает. Если человек там движется, где-то идет пешеходный переход. Какой-то человек встал на этом пешеходном переходе. Это не значит, что он в том состоянии остался. А люди-то его обходят. Так же и с компаниями. То есть, статичного положения нет. Если ноль в формате развития, значит, конкуренты обходят. Соответственно, инвесторы могут предпочесть этой компании какую-то другую компанию, которая в среднем по индексу S&P 500 развивается, надеюсь, на 11% в год. Такой дисконт можно закладывать. То есть, здесь мы понимаем, что дисконт нужно увеличивать. Потому что компания не просто встала на месте и стоит, а еще и теряет. То есть, шажки назад начинает делать в то время, когда ее конкуренты и представители других индустрий двигаются вперед. Те же самые техи, недороговатые сейчас, те же самые банки. Ну и другие направления авиалинии, авиакомпании, которые развиваются. То есть, тут дисконт стоит заложить в большем объеме. Вот исходя из этого, я бы CF назвал компанией малоинтересной. Что она стоит? Ну, никакого интереса нет. Вообще, компания неплохая. Но вот исходя из того, что видим в настоящее время, тут большого интереса нет. Так, по CF, я думаю, понятно. Давайте дальше пойдем. Так, вот Мина Эбби вопрос. Здравствуйте, Денис. Как вы оцениваете Дельту? Есть ли сейчас точка входа? Технически она коснулась наклонной поддержки. Вот замечательное наблюдение. У меня тоже есть эта техническая поддержка. Сейчас я ее продемонстрирую. Но все же, как полагаете, ситуация в компании отрасли секторе сейчас привлекательна. За помощь спасибо. Да, действительно, Дельта технически имеет возможность на ее приобретение. Давал информацию и такую идею в клубе. Вот, собственно, по этому каналу она развивается. Это такой технический фактор. Собственно, потенциал остается прежним. По Дельте это порядка... То есть справедливая оценка продолжает действовать. Она, как вы знаете, действует год-полтора года. То есть 39, ну, условно говоря, 40 долларов она сейчас имеет место быть. То есть компания уже в недалеком объеме оценки, поскольку уже период оценки скоро подойдет к концу, скажем, там иное количество месяцев осталось, имеет замечательный потенциал там 10, там 12, 15 процентов подрасти. Потому что еще и она развивалась же это время. Соответственно, если сейчас ее переоценить, ну, пусть где-то 42, там цена будет у нее. Ну, нужно смотреть, конечно, как она отчитывалась и все прочее. Имеется возможность входа, но такого довольно-таки короткого. До 10 процентов, скажем так, до 12 процентов, пожалуй. Вот эта оценка, которая была дана в тот же период, когда и 22-й год был, ориентирован на 24-й год, это снивелируется. То есть давайте я, наверное, прям при вас удалю. Потому что несколько снизились перспективы на тот период 24-го, 25-й годов, нежели было изначально. Поэтому компанию я переоценю. Пока действует старая оценка. Новая оценка будет, да, выше, чем там 40 долларов. Но все-таки она потребуется, не думаю, что будет 50 долларов. Там несколько снивелировались результаты. И вот эта оценка остается в силе. Собственно, пока компания в соответствии с этой оценкой и находится в коридоре значений. Вполне вероятно, что она будет за ними следовать, скажем так. Да, и точка покупки тоже по ней есть. Я думаю, что компанию в горизонте месяц, два, три, четыре ее откупят. И где-то в этих значениях она останется в районе 40 долларов. Так, давайте дальше. Вот нефть и вопрос. Добрый день, Sunrun. Компанию сильно роняют, интересуют точки входа. Ну, собственно, по Sunrun я могу сразу сказать, что это тот же самый венчур, что и FTCI, и все компании роняют. И вот такие компании, как я уже отмечал, стоит купить и забыть, пока их не откупят. Sunrun уже вышел в прибыль, то есть это уже из категории венчуров постепенно начинает перетекать что-то большее. И мои ожидания прежние, собственно, как они и были, это осень, зима 2023 года, улучшение финансовых перспектив компаний. И я думаю, что неплохие прогнозы на 2024 год. Посмотрим, но напомню, что входы минимальны в такие компании, потому что это все-таки венчуры. АЛБ, произошел ли разворот, по вашему мнению? Нет, по АЛБ не произошел разворот, как я считаю. Это произошел отскок, а дальнейшее будет зависеть от стоимости лития. То есть это всего-навсего отскок, разворота здесь нет. Разворот будет тогда, когда произойдет стабилизация, рынок переоценит, приценится и начнет откупать. То есть мои горизонты, скажем, моих оценок, они остались прежними. Вот 250-290 долларов я эти два момента отмечал до отчета, после отчета. Но фьючерс на литий, конечно, свои коррекции вносят, безусловно. Если распродажа в литии будет иметь место быть, то компания пойдет ниже. Но в целом, в любом случае, литий, на мой взгляд, подорожает. Все будет хорошо в компаниях и горизонт цен остается прежним. Но разворота здесь нет. И FCX, собственно, мы по нему пробежались. Я считаю, что интереса к нему сейчас нет. Он примерно в тех ценах, которые должен стоить. Так, от Олега следующий вопрос. Добрый день, Денис. Мед в сильной просадке. Сможет ли компания продолжать выплачивать дивиденды? И каковы ее шансы на восстановление? Собственно, тоже по Меду поговорили. Выплачивать может. Шансы на восстановление высокие при восстановлении спроса. То есть нужно дождаться ставки. Это сектор потребительский плюс, который можно пренебречь, скажем, потребителю. Согласитесь, что человек пойдет при невысоких потребительских возможностях. Он пойдет, купит товары первой необходимости. Но какие-то диеты со своим тренером, с какими-то определенными биологически активными добавками, он вполне вероятно откажется, которые дорого стоят. Вот, собственно, и Мед сейчас в такой ситуации оказался. Когда ставки снизятся, горизонт, опять же, отодвигается у нас. Ну, отодвигается он в каком еще плане? Прикидок ФРС. Потому что они сначала прикидывали, что он будет совсем близко. Теперь они прикинули, что он будет дальше. А они могут в следующий момент прикинуть, что нет, все-таки он будет близко. То есть тут момент такой. И Мед имеет высокие шансы на восстановление при увеличении потребительских, возможностей. Также напомню, что это венчур. Никаких больших там усреднений, добавлений, котлет. Ничего такого быть не должно. Мед, ну, самый максимум, который может быть, наверное, это 5%. Вообще 2-3% максимум в Меде должно быть. Никаких усреднений там и всего прочего. Так, интересует ваше мнение подзабытой компанией ProtoLabs. Есть ли у нее перспективы? А, собственно, вот тот ролик, который я по ней записывал, когда был хайп, то, что она там 3D-печатью занимается, вот этими всеми разработками, я свое мнение высказывал. Она осталась прежним. Это никакая непрорывная компания. Ничего там особенного в ней нет. В этой ProtoLabs. И со временем мы это и увидели, что в ней ничего действительно нет. Это обычный производитель. Насколько помню, он с металлом работает. Маленькая компания, тоже такая недалеко от венчура. Каких-то высоких перспектив не ожидается. Сейчас в убытке она находится. Стоит недорого. Но и дорого она стоить и не должна, потому что она маленькая и с большими рисками. Да, сейчас она ушла в убыток. Но, похоже, здесь она то ли что-то купила, то ли что-то с ней такое произошло. Нужно смотреть. Я ProtoLabs за ней не наблюдаю, потому что на самом деле интереса к ней никакого не было. Интереса никакого не остается. Ее распиарили зачем-то. Я думаю, что у кого-то может был какой-то интерес. Остальные просто ее начали распиаривать, потому что блогеры и какие-то аналитики как-то на волне. Потому что всем хотелось смотреть про эту ProtoLabs. Что там с ней происходит, какие события. Давайте все купим ее. Она же изначально, сам отчет ProtoLabs открываешь, она сама не знала о себе, от того, как описывали ее различные аналитики. Какая она замечательная, да какой там у нее 3D какие-то возможности. ProtoLabs при том скромно заявляла, мы там, ребята, обычные заводы, у нас перспективы-то особо-то никакой нет. Это все в отчетах было прописано. То есть самое главное обращаться к первоисточникам, отсекать вот эту всю лишнюю информацию. А сейчас она в убытках, планирует 1 доллар заработать, соответственно PE будет 26, это дорого. То есть вполне вероятно, что ProtoLabs дальше распродадут и никакого интереса как не было к этой компании, так и нет. Субъективно никому ничего не навязываю. Может быть и ProtoLabs действительно ракета, которая сама не знает того, что она ракета. Так, от мистера Грелекса вопрос. Добрый день, интересно ваше мнение об Альтрии и Лайси, переработчик аккумуляторов. Я думаю, здесь мы увидим убытки, малую капитализацию. Но давайте с интересом посмотрю, я таких переработчиков аккумуляторов не встречал. И как думаете, стоит ли присмотреться сейчас к Диснею? Довольно неплохо цена просела. Собственно, все ответы я уже в голове у себя пока читал, имею. Единственное, что Альтрии, давайте посмотрим, что там по Альтрии. Я уже давненько ее не открывал. У меня British Tobacco в портфеле, а Альтрия мне. Так, что по Альтрии. Ну, Альтрия сейчас стоит дешево, учитывая то, что цена справедливая по ней. Я отмечал 46 долларов. Горизонт остается у нас, сколько сейчас, 10 месяц как раз, 1-6 месяцев до реализации. Я считаю, что примерно в этот диапазон куда-то она выйдет, Альтрия. Табачка сейчас вся в просадке. Наверное, и Филипп Моррис тоже, давайте посмотрим. Да, тоже подснизился. И British Tobacco тоже подснизился. То есть, это снижение в индустрии. Собственно, как и во всех остальных 95% индустрии рынка, сейчас снижение. Соответственно, в Альтрии в том числе. Я для себя выбрал в качестве табачку British Tobacco. Я считаю, что его ситуация несколько лучше, чем у Альтрии, например. То же самое British Tobacco выбрал. Цена хорошая. Вполне вероятно, компания снизится к 41, 23, 41. Вот примерно такие значения. Ну, может быть, до 40, там с половиной она. Тут, видите, волатильность значительная. То есть, прямо сейчас покупать бы не стал. Я бы подождал все-таки 41, 23. От нее, может быть, купил бы. Но купил все-таки British Tobacco. Так, по Лисе. Давайте посмотрим, что Лисе такое. Так, Lecycle Holdings. Давайте посмотрим, что за Lecycle Holdings. Ну, собственно, да. Малая капитализация и убытки. Собственно, видите, как название читаю. Индустрия уже будет, и уже знаю, какие у нее финансовые параметры будут. Но не удивлюсь, что ее широко распиаривают где-то. Что надо брать, прям вообще будет 100% полет в космос. Идет по управлению отходами. Ну, да. В общем-то, это можно отнести к переработке. Это управление отходами, безусловно. В убытках. В убытках. Очень дорогая компания. Выручки у нее практически нет. Выручки практически нет. Как она живет-то вообще. Давайте глянем. А, ну вот, как она живет. Да. У нее всего 11 миллионов выручка. Убытки достаточно большие. Но планирует широко развиваться в ближайшие периоды времени. Получится у нее это или не получится? Остается вопросом открытым. Я думаю, что не получится. Не получится. И, собственно, мы это видим. На 13% не дотянуло по планам. На 30% не дотянуло. На 40% не дотянуло. На 30% не дотянуло. На 13% не дотянуло. Здесь даже что-то перевыполнило на 300%. Какой-то плюс у него возник. Я думаю, он связан был с какими-то факторами, которые не к производственной деятельности относятся. Ну и на 3800 не дотянуло. Ну, собственно, я думаю, что ответ очевиден по этой компании. Ничего интересного в ней нет. Это мелкие, какой-то наподобие стартапа, можно сказать. Ну, конечно, укрупненного даже и венчуров бы не назвал. То есть категории венчуров я такие компании не отношу. Я категории венчуров отношу компании, которые имеют реальную перспективу получения прибыли. И даже если находятся в убытках, то при выходе в прибыль там есть вероятность значительного роста котировок. Эта компания тут конкретно в конкретных убытках практически не имеет потребителей. Системно не дотягивает до тех целей, которые она перед собой ставит. Поэтому вот мы видим сейчас ориентир на 2023 год в районе 12 миллионов долларов. То, что она получит выручку. Это, скорее всего, так и будет. Вот 2024 год я бы под вопросом поставил. То есть процентов на 30 у нее норма не дотягивает до тех целей, которые она перед собой ставит. Поэтому можно сориентироваться. Тут с 12 до 20, может быть, миллионов долларов вырастет. У нее выручка. Убыток останется у нее значительным. Для того, чтобы выживать, ей потребуется наращивать либо долговую нагрузку, которая сейчас очень велика. И в принципе у нее довольно на такие велика 80% к собственному капиталу. То есть компания каким образом может привлекать денежные средства либо дополнительная эмиссия, либо привлекая долг от банков. Имея высокую степень долга от банков, то есть кредитное плечо, процент сейчас очень высокий, она имеет возможность просто стать банкротом. Ну и вот молодцы, что решили дополнительную эмиссию производить для того, чтобы выживать в этом случае. Сохранность и надежность компании, она будет выше, потому что деньги они привлекли, никому ничего не должны остались. Банки-то долго разговаривать не будут, а с людьми можно этот вопрос, скажем, не улаживать, потому что люди сами принесли деньги, купили ее акции, которые были выпущены под окомиссии. Я думаю, что будут значительные объемы дополнительной эмиссии сейчас проходить, котировки будут дальше укатывать, потому что покупать эту компанию вряд ли кто-то будет с такими огромными убытками и с низким потенциалом выхода в прибыль в ближайшие 2-3 года. Нет, не покупал бы, безусловно. Так, и по Диснею. По Диснею цена неплохая, но опять же сектор потребления. Сектор потребления, и пока люди экономят деньги на всем, Дисней тоже не будет пользоваться высокой популярностью. Но цена хорошая. То есть цена дешевая. Я, насколько помню, оценивал ее в 100 с копейками долларов. Давайте посмотрим. Ну вот они, конечно, ожидают высоких результатов финансовых. Я думаю, несколько финансовых результатов все-таки скорректируются. Не будет такого взрывного роста, скажем, по 50-100%. В год по чистой прибыли. Но цена, да. Дисней мне нравится компания. Собственно, выражено в оценке мое мнение по Диснею. Вот она открылась. Вот он, 13.01. 108 долларов я ее оценивал. Сейчас достаточно хороший уровень поддержки. Я думаю, при стабилизации и начале роста вполне вероятно рассмотрю эту компанию покупки. Да, ну, горизонт год, полтора года и, скорее, ближе к полутора годам, я думаю, она хорошо себя покажет, подрастет. Ну, то есть, это где-то середина, конец 2024 года, что впишется как раз-таки в рамки среднесрока. И где-то 108 она будет стоить. В общем-то, неплохой потенциал роста компании Дисней. Думаю, что где-то здесь уже падение по Диснею завершится. Но, опять же, там есть нюансы возможностью дальнейшего увеличения ставок. И если ставки еще дальше будет увеличивать, то какие-то нюансы могут возникнуть. Так, давайте еще один или два вопроса и будем заканчивать. Вот юзера вопрос. Добрый день, Денис. Разберите, пожалуйста, компанию ОВВ. Компания поставляет табачные листья таким гигантам, как бритиш табака. Ну, давайте посмотрим ОВВ. Я такую компанию на скидку не припомню. Будет интересно посмотреть. Universal. Так, табачные продукты находятся в США. Скорее всего, дивидендная. Иначе бы ее не покупали. Так, да. Дивидендная компания. 6,7% дивидоходность. Ну, сразу видно, компания, как я и сказал, дивидендная. Это видно по финансовым показателям, по котировкам. Тут довольно-таки высокая долговая нагрузка. Большого позитива нет. Но по дивидендной стратегии, да, вполне интересная компания. 6,7%. Мало данных здесь. Ну, давайте посмотрим. Ну, собственно, параметры все понятны, ясны. Это чисто дивидендный актив. К сожалению, единственный минус, который есть здесь при остальных нормативных показателях, это увеличение долговой нагрузки в предыдущие периоды. И вот они доп. Эмиссии периодически совершают. Ну, я думаю, здесь вот такие манипулятивные методы. Иногда они байбэк свой включают. Наверное, в те периоды, и смотреть не будем, сейчас кому интересно, может, наверное, проверить. А в те периоды, когда стоят акции дешево, они их выкупают, а доп. Эмиссию организуют тогда, когда акции стоят дорого. Это для компаний неплохо, но инвесторов, скажем так, как некоторых обезжиривают. Ну, под дивиденды можно, что вам сказать, такая средний дивидендный актив. Ну, я бы все-таки бридж табака выбрал. Собственно, я его и выбрал. Капитализация здесь небольшая, долговая нагрузка повышена. Я думаю, у бридж табака выше возможности, чем у данного актива. Так. Давайте еще один вопрос. от Анны 6577. Денис, здравствуйте. Спасибо за вашу рубрику. Microsoft есть потенциал на 280 сходить. И Nike, я так понимаю, уже можно подбирать. Уж больно сильно укатали. Отчет норм. Есть перспективы. Да, по Nike я давал информацию. Там Nike имею в своем портфеле. Он не подснизился. Ну, вот последний всплеск покупок. Он снивелировал ситуацию. И мне бы хотелось видеть уже разворот. Хотя, опять же, вот эти высокие ставки, они, вероятнее, продолжат давить на индустрию, поскольку там и обновление гардероба тоже люди откладывают, когда деньги дорогие. Ну, вот, по крайней мере, вот он сколько на 6,5% он подрос. А после отчета у него оказалось не все так плохо, как планировалось аналитиками, ожиданиями. Чистая прибыль год в год у него все-таки выросла на 1%, хотя усиление вот этого давления по ставкам было значительное, тем не менее, рост чистой прибыли. Там и валовая прибыль, насколько помню, у него подросла. Выручка процента на 2% у него выросла. И плюс неплохой, вот и позитив, компания в 22-м году планировала и утвердила программу обратного выкупа до 18 миллиардов долларов. К настоящему времени выкупила там порядка 5,5 миллиардов, то есть объем такой вот был. И до 26-го года у них, соответственно, остается порядка там 13-12 миллиардов еще на buyback. Это неплохо. Это в районе там 3-3,5% в год buyback. Это нормально. Это вполне прилично. И Nike, особенно на восстановление спроса потребления, может хорошо вырасти. То есть у меня по ней такой план. Но, как я отмечаю и еще раз отмечу на всякий случай, что эта оценка позитивная. Я больше склоняюсь вот к 126 долларам, потому что как раз-таки закладывал тот потенциал уменьшенный, который мы, собственно, и увидели, что растянули они эту ставку по времени, вполне вероятно, она может быть таковой. То есть я бы фиксировал по ней прибыль в районе 126, а не 145. В зависимости от времени как бы реализации. Вообще компания считает, что 145 стоит, но вот этой ставкой они будут глушить потребление. И вполне вероятно, что более защитным таким диапазоном по фиксации будет 126 долларов. Так что Nike я приобрел. Раньше приобрел, то есть он уже в портфеле есть. Так, по Microsoft 280, но маловероятно. Я думаю, что нет, 280 едва ли будет. Microsoft я оцениваю значительно ниже текущей цены, тем не менее, не думаю, что компания к нему сходит. Она классически переоценена. Я вот оценивал ее в 250. Ну, собственно, она где-то здесь и торговалась. Ну, не думаю, что все-таки 200, вот уровень я отмечал, 277, маловероятно все-таки, что 277 будет. Ну, скорее где-то 300, 290, больше вероятно. Ну, вот если будет 277, 280, тут вновь появятся возможности к покупке, потому что справедливую оценку, если посчитать от текущих, все-таки Microsoft здесь показывала неплохие финансовые результаты по отчетам. Ну, где-то в этом районе ее справедливая цена и будет. В районе 277 или чуть, может быть, повыше, там, на 285. Купить в Microsoft за справедливую стоимость, это, пожалуй, редкая удача. Почему? Потому что она входит в топы индекса и индекс откупают очень значительно. Соответственно, Microsoft получает избыток средств. Она столько не стоит. Если бы она в индекс не входила или занимала бы меньшую какую-то долю в индексе, то она такой приток средств бы не получала. Ее бы инвесторы оценивали более консервативно. И тут, скажем, фактор приобретения. Вот я бы уже не покупал ее, кто-то другой бы не покупал. А человек вот вливает свои, там, скажем, 2-3-5 миллиардов долларов, ну, какой-нибудь богатый американец, например, в индекс. И автоматически часть этих денег, значительная часть этих денег идет в Microsoft. Поэтому она классически переоценена вот ввиду вот этого фактора нахождения в индексе. Так же, как Apple. Apple вообще получает огромный приток средств, потому что он является там 6-ти процентным участником индекса. Это максимальная доля. И там, вкладывая миллиард долларов, какой-то миллиардер вкладывает, соответственно, автоматически 6% от этой суммы идут в Apple. Хотя человек как бы неосознанно это делает, он просто индекс покупает и другая часть идет в Microsoft и так далее. Поэтому они классические, перекупленные эти компании. И купить их в справедливой стоимости редкой удачи, если 280 будет, то это будут хорошие точки входа в компанию Microsoft. Но все-таки не думаю. Я думаю, что деньги продолжат вливать в рынки, в индексы я имею в виду. То есть вливать не в том формате, как раньше это делал ФРС, но привлекать денежные средства от большого количества инвесторов. Поэтому они будут подпитываться эти компании. Потихоньку корректируются. Уже не так перегрето от 360, как была ранее. Так что цена вполне интересная может нарисоваться. Ну и давайте вот еще один вопрос. Он совсем короткий ответ требует от Альбина. Вопрос. Какие бумаги вы покупали и продавали на прошлой неделе? Ничего не продавал, насколько я помню. покупка была наверное пара покупок были на российском рынке. Собственно позиции можно назвать высокорисковыми, как я говорю. И российский рынок в таком формате, что покупать, продавать так же, как венчуры. Здесь не планирую в таком объеме. Так что российский рынок и остальное пока находится в зоне оценки. Ну и в принципе по стратегии, что хочу сказать. Та же самая фарма подрастает, чуть лучше себя чувствует, чем рынок компания в индустриях Healthcare Plans, то же самое CNC, ожидая скорое повышение стоимости, тот же самый New Fortress Energy. Планирую по ним получить прибыль, выйти из этих компаний, увеличить объем кэша на счетах. И есть определенная стратегия приобретения активов чуть в более рисковом формате на большие суммы. то есть вход осуществлять не на 5% от портфеля, а на 15-20% от портфеля, поскольку требует доходность повысить и есть такие возможности. Поэтому не спешу с фиксацией каких-либо позиций, жду по ним прибыли и в рамках плана уже продажу, освобождение денежных средств. Ну а российский рынок, как я уже говорил, есть определенные приобретения, скажем так, на портфель в портфель жены, и там тоже стратегии ряд дивидендных, есть среднесрочные стратегии и так далее. На этом, пожалуй, все. Всем спасибо за внимание, надеюсь, что ответил на ваши вопросы. Всегда положителен опыт обмена мнениями, и в общем-то обмен опытом тоже положителен. Буду рад видеть в телеграм-канале, проходите, там появляюсь довольно-таки часто, в клубе постоянно, в общем телеграм-канале несколько реже, но тоже системно. Всегда рад вашим вопросам что-то обсудить и будут какие-то интересные решения. На этом все, всем удачи в инвестициях, самое главное, здоровья вам и вашим близким, всего доброго, до свидания.